Добрый день. На сегодняшнюю дату в Республике Саха-Якутия зарегистрировано 90 новых случаев от коронавирусной инфекции. Наибольшее количество, как всегда, дал город Якутск, это 56 случаев. И еще в 8 районах нашей республики от 1 до 5 случаев. Надо отметить, что на сегодняшний день у нас продолжается кампания по выявлению и определению контактных лиц. За последние сутки сделано свыше миллиона тысяча триста исследований за весь период. И более двухсот тестов за последние сутки. Мы занимаемся также вакцинацией. Вакцинация является приоритетом. И буквально вчера на штабе у Голиковой С. Сергеевич попросил дополнительной партии EpiVac Corona, как наиболее востребованную вакцину нашей республики, свыше 50 тысяч доз. Министерство здравоохранения Российской Федерации сегодня отрабатывает эту заявку. Надеемся, что в ближайшее время данная вакцина поступит в нашу республику. Что касается вакцинации, то при 228 тысяч доз вакцин, на сегодня мы израсходовали порядка 88,73% доз вакцин. Это говорит, в принципе, о неплохом результате. Но, тем не менее, для того, чтобы достигнуть 70% от взрослого населения, нам необходимо усилить эту работу. Я напоминаю, что вакцинальные пункты работают во всех медицинских организациях. 7 дней в неделю можно записаться через государственные услуги, можно непосредственно через регистратуру, либо через приложение облачная поликлиника. Кроме того, можно сделать договора с предприятиями, и медицинские организации могут выезжать, в том числе на предприятия, в любое удобное время для работников любых сфер. Надо сказать, что на сегодняшний день, и вчера это также было отмечено на штабе у Гуликовой, поменялась картина заболевших. И мне хотелось бы акцентировать внимание, что сейчас у нас чаще болеют молодые люди. К сожалению, это та когорта населения, которая не очень благословно относится к своему здоровью, мало внимания обращает на него. И чаще такие люди поступают уже в запущенном состоянии. Поэтому хотелось бы напомнить нашему населению, что при первых признаках ОРВИ, простуде, нужно обязательно обратиться к врачу, для того, чтобы диагностировать, действительно ли у вас просто простудное заболевание, либо это ковидная инфекция, и своевременно начать лечение. Очень важно сегодня, именно в пик заболеваемости, лечение начинать своевременно. Мы продолжаем точно так же раздавать лекарственные препараты, значит, бесплатно на амбулаторном звене. Поэтому призываю всех еще раз, во-первых, вакцинироваться. Это очень важно, особенно для лиц старшего возраста, для лиц, которые не могут получить вакцинацию. Это беременные женщины, кормящие матери, это лица с какими-то тяжелыми хроническими заболеваниями в период обострения. Мы должны оберегать в первую очередь их и вакцинировать тех людей, которые находятся рядом. И, естественно, обращать внимание на свое состояние, своевременно вызывать врача. Поэтому берегите свое здоровье, будьте здоровы.